Крепко сжав мою шею, существо под одеяленьки сказала Извини, но мне придется тебя убить Катаплексию Всем привет, меня зовут Надин Шмаффин И мы сегодня поиграем в визуальную хоррор новеллу Которая, собственно, так и называется Катаплексия Начать Начать Здравствуйте Сначала вам надо выбрать версию повествования Ироничная или серьезная? Ну, давайте серьезную Благодарим за выбор серьезной версии Однако, она оказалась настолько страшной, что ее пришлось вырезать Хреново, ее аж там не играть теперь Попробуйте другой вариант Серьезно? Серьезно Какая интересная игра, отлично начинается Хорошо Здравствуйте, сначала вам надо выбрать версию повествования Ну, давай ироничную Поздравляем, вы выбрали ироничную версию Отвлекающую во время пробуждения В данном состоянии человек полностью обездвижен и не может говорить Однако способен контролировать движение глазами Часто сопровождается удушьями и галлюцинациями Так, хорошо Помощь Пробел нахождение Прохождение без возможности Дать выбор Пускай диалоги, если зажать Ну-ка Опа 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 Стабилизация, стабилизация Стабилизация, утечка хаоса Протечка хаоса У меня хаос протек вместе с девахой Кажется, я сплю Тело будто парит в невесомости, а все вокруг завлакло вязкой белой дымкой В любом случае, надеюсь, что это не загробный мир Хотя умереть и переродиться в какой-нибудь фэнтези-деревушке мне было бы уже не так уж и плохо Интересно, а происходящее у вас в списке жанров иссякай не затесался? Ага, у нас прям настолько ироничная история, что начинается с жанра иссякай По всем канонам сейчас должна появиться аниме-девочка и вести меня в курс дела Так, походу это наша аниме-девочка, да? А, вот и она Ну, честно говоря, мне нравится эта аниме-девочка Вполне себе в духе Я бы сказала, она мне нравится гораздо больше, чем любая аниме-девочка, которая могла бы здесь появиться Аниме-девочка Приветствую тебя, кандидат Торжественно произнесла девочка Да ладно, ладно Вижу, что это какой-то хрен с рогатым черепом на голове Ну, можно же помечтать Эм, ну, привет Растерянно ответил я И тут же, пускай это не очень вежливо, задал сразу несколько вопросов Что еще за кандидат? Кто ты? Где мы? Думаю, мой интерес можно понять Хрен с черепом Мы в твоем сне Я распределитель, а ты кандидат в жертвы Не больше, не меньше Ага, значит все-таки сон Постойте-ка Эй, распределитель Демонов и прочего паранормального Ладно, как я понимаю Если провалить его, то от меня То от меня отстанут, так ведь? Тогда это не проблема Нет Без лишних промедлений Заявил я Многозначительно промычал распределитель Вот оно Лучший способ завалить собеседование Говорит честно и не задумываясь Ну, слушай, это не самый лучший способ завалить собеседование Я так и на работу могу взять И почему же ты не боишься их? Поинтересовался он Потому что больше всего я боюсь смерти Или нет? Не так Я скорее боюсь того, что после смерти нас ничего не ждет А существование потустороннего, наоборот, доказывает вероятность огромной жизни Поэтому я только рад встретить любую возможную нечисть На пару секунд между нами повесла пауза Ясно Тебе пора просыпаться Постойте Так я прошел или нет? Мы с вами свяжемся То есть нет? Более внятного ответа я так и не услышал Потому что все вдруг погасло и распределить исчез А дальше была лишь тьма Шутка Потом я проснулся Какие знакомые колонки! У меня тоже такие были Перед глазами возникли ночные очертания уже знакомой комнаты Свойственное моим снам состояние смелости и безрассудства постепенно улетучилось На смену пришло чувство неладного По телу пробежала дрожь Что-то не так, подумал я И, попытавшись приподняться, понял, что не могу этого сделать Эй-эй! Что это за чертовщина? Попытался еще раз! Четно! Теперь уже чувство неладного переросло в страх Во-первых, дышать сложно Словно мне на грудь тяжеленную гирю положили Во-вторых, я даже убедиться, что это не так, не могу У меня не то, что тело, у меня голова не поворачивается А-а-а, хрень какая-то! Моргнуть? У меня и моргнуть не выходит! Шевелятся только глаза, причем тоже с трудом Осмотрев доступное взору пространства комнаты Я, весьма ожидаемо, ничего не обнаружил Потому что и не должен был Ведь лежу я у себя дома А эта ночь ничем не отличается от любой другой Вот только против страха подобные доводы бесполезны Страх не поддается логике Страх способен превратить любую обыденность в ночной кошмар Именно это сейчас и происходит Из коридора послушался деревянный скрип С кухни донесся металлический скрежет, будто бы кто-то корявал в сковороду В зале еще хлеще Разлучит нечто, напоминающее человеческое перешептывание А прямо надо мной Там, куда не дотягивается взгляд Все это время я слышал чье-то дыхание Холодный пот проступил по всему телу Нет-нет-нет, успокойся Это с тобой не впервой Вспомни, как ты лежал тут после очередного фильма ужасов Трясься и слышал все то же самое Как ты смотрел в этот долбанный дверной проем И ждал, что оттуда вот-вот появится чья-нибудь рука или монстр целиком Ой, кстати, я в детстве абсолютно так же реагировала после фильмов ужасов А потом мне настолько это приелось, что Меня перестало вообще что-то пугать Вспомни, как ты отсчитывал секунды до рассвета в ожидании полном ужаса Но в конце концов так ничего и не происходило Никогда Никогда ничего не происходит Нет ни одного подтверждения столкновения с пронормальным Так почему ты должен казаться таким особенным Однако, как я уже сказал, страх у уговора безразличен Сегодня ночью мне снова придется лежать Смотреть в жуткую до мурашек тьму И ожидать наихудшего исхода Причем в этот раз самая пугающая часть в том, что собственное тело не оставило мне выбора Я предпринял еще одну попытку сдвинуться И тут Блин, нет, пожалуйста Стоило сконцентрироваться на тактильных ощущениях Как мне поочудилось, что кто-то старательно тянет меня за ногу Нет, отпустите Чтоб вас, чтоб вас Сопротивление ни к чему не привели Тебе это кажется, тебе это кажется Теперь из коридора прослышалось женское пение, похожее на колыбельную Кто? Что? Хватит! Отпустите мою ногу! Не пойте в моем коридоре! Тем не менее, пение становилось все громче и четче А ногу тянули все настойчивее Успокойся На самом деле ничего не происходит Все это лишь игры твоего напуганного разума Здесь ничего нет Верь в это Шевелись! Здесь ничего нет! А затем впервые в жизни все мои ночные страхи обрели форму Здрасте Форма белеса и полупрозрачной женщины Возникшей как бы олицетворяющим врата Из того мира в дверном проеме А, черт! Черт! Нет, не хочу! Отвали! Дома никого нет! Убирайся! Отвали от меня! Нет Нет, она не уходит! Пожалуйста, не убивай меня! Это не честно, не справедливо Я даже сопротивляться не могу Чего ты стоишь и смотришь? Чего тебе надо? Не стой там! Проваливай! Но она так и продолжала стоять Ничего не предпринимая Проклятие! Что мне делать? В итоге, не выдержав безмолвного давления Я отвел взгляд в сторону Сложно решить, что хуже Видеть ее и ожидать самого ужасного Или не видеть, но знать, что она там Стоит и молча пялится на меня Привет Дерьмо! Из-под матраса вылезла Вылезла еще одна куда более жуткая рожа А я даже закричать по-человечески не могу Организм до сих пор парализован Остается только принять роль жертв этого шабаша И мучиться в агонии ужаса Отдаленно напоминающую девушку Существо молча скалилось и смотрело на меня Та, что стояла в дверях занималась Примерно тем же Да что вам нужно-то от меня? Стоило бы надеяться, что они пришли просто полюбоваться мной Как страшная рожа заговорила Можно? Спросила она слащавым голосом Совершенно неподходящим ее физиономом Нет, твою ж мать, нельзя! Мой ответ, черт тебя дери, нельзя! Народ как зашили С чем-то спрашивай, осознай, что я не смогу ответить Можно? Второй раз спросила она Да ты издеваешься! Вы издеваетесь надо мной! Это подстава! Хватит лыбиться! Можно? Она спросила в третий раз Нет, 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 нет! Пойми ты уже, наконец! На долю секунды мне показалось, что я действительно поняла Но потом Можно? Теперь уже утвердительным тоном С нотками радости сообщила она Между И протянула свою мертвенно-жуткую Полупрозрачную руку к моей голове Нет, не хочу, не надо, я не хочу умирать Господи, пожалуйста, Господи, помоги мне Измирил я в отчаянии, в холодное и мокрое прикосновение Черт, дерьмо, зараза, дрянь, сволочь, тварь Получается, они могут взаимодействовать с физическим миром? То есть со мной? Боже, 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 какого хрена ты молча наблюдаешь за этим? Нет, извини, я буду верить в тебя до конца жизни Я буду вести себя хорошо Только вмешайся, молю, блин, тебя Но ему было все равно Что за мелкая девка? Привидение повернуло мою голову В потоке происходящего безумия Ее умудрился отметить, что третья была наиболее симпатичной из них Тем более, если третья была наиболее симпатичной из них И тебе она даже не нравится? Что, Цанг назвал ее симпатичной? Это не я? К тому же, в отличие от соратницы Она не стала томить меня ожиданиями И сразу приступила к делу Резко взмахнув руками Она вонзила их в мое солнечное сплетение Мгновением позже Невыносимая колющая боль добралась по нервам до мозга Ага! Штоп вас! Я же, блин, парализован! Какого хрена я чувствую боль? За садизм чистой воды! А девушка-призрак не задумываясь о страданиях Которая причиняет, не прекращая Надрывистой хихикой, вскрыла мою грудную клетку Звук ломаемых ревер и бульканье крови Дополнили общую какафонию Далее не придется отпустить Описание своих болевых ощущений Иначе речь превратится в сплошной поток криков Девушка-призрак начала копаться в ванне руками По всей видимости в поисках нужного органа И как только нашла Выдернула его нахрен ко всем чертям наружу Нужным органам оказались легкие Странный вывод Я думал, будет сердце Она довольно повертела их в руках То ли разглядывая, то ли демонстрируя мне Жертва! Жертва! Закричала рожа, все еще придерживая мою голову Чтоб я ничего не пропустил А мне с чем еще не пора умирать? Сколько живут люди с нехваткой нескольких литров крови И легких в организме? Определенно пора Но, как я понял Пока я не смотрю до конца Умереть мне не дадут Тем временем представление продолжалось Девушка-призрак выгналась Запрокинула голову Открыла рот И подняла мои легкие вверх После чего с силой сжал их И принялась жадно пить полившуюся темную жидкость Черная, как смоль субстанция Выливалась изо рта и растекалась по всему ее телу Неужели кровь действительно такого цвета? Так или иначе, выжив легкие как лимон Она с губким шлепком швырнула их обратно в раскрытую грудную клетку Оказалось, это еще не конец Вытерев окровавленный рот Окровавленной рукой И тем самым ничего не изменив Она приняла странную позу Словно нависая над раскуроченной раной своим тазом И ты ведь не собираешься? Нет, постой Это уже ни в какие ворота не лезет Это надругается над умирающим человеком Но она все-таки сделала это Что именно она сделала Я позволю дорисовать вашей фантазии Я не знаю У кого какие варианты Что сделала эта девака Моя фантазия вообще ничего не рисует Смирение ушло на задний план Я пришел в бешенство Мерзость Это отвратительно В порыве ярости Я наконец смог слегка шлянуть одним из пальцев И все вокруг, подобно миражу Тут же растворилось в воздухе А моя рука Дернувшись с такой силой Что чуть сустав из плеча не вылетел Схватила лишь пустоту Вот теперь я проснулся Первым делом я включил свет во всех комнатках Короткими перебежками Далее сел за компьютер Зашел в интернет Начал искать информацию Информация в этом деле важнее всего Любое необъяснимое явление Необъяснимо только из-за нехватки информации И этот раз не был исключением Причина моих кошмаров на его глаз Так называемая Катаплексия пробуждения Катаплексия пробуждения Или сонный паралич Состояние паралича мышц Возникающее во время пробуждения В данном состоянии Человек полностью обездвижен Не может говорить Однако способен контролировать Движение глазами Часто сопровождается Удушьем и галлюцинациями В народе сонные параличи Столковывают Как визит демона Или шалости домового Ух, как же я их понимаю Самое жуткое Что согласно исследованиям 7,65% населения Хотя бы раз в жизни Испытывало сонный паралич То есть это вообще Никто не застрахован Да и в моем случае Есть вероятность Пережить все повторно Хоть и невысокое Однако научное обоснование Меня полностью устроило Отчего я слегка успокоился И все равно Последующие пару недель Мне предстояло спать Исключительно с включенным светом Но, как говорится Ничто не вечно Страх постепенно утих А счета за электричество Наоборот выросли Жадность победила Я заставила себя Лечь спать без света В ту ночь Ничего не произошло Что за девка? Следующую тоже Правда, кое-что Все-таки изменилось Чувство у душ Я с каждым днем нарастала В конце концов Я не выдержал И пошел в больницу Там выяснилось Что в легких У меня накопилась жидкость Какое совпадение Не правда ли? К счастью Откачать эту жидкость Не так сложно И операция Я прошла успешно Больше со злополучной ночью Меня ничего не связывало Маленькую проблему с легкими Я объяснила себе тем Что организм так хитро Предупреждал об опасности Наверное, кошмар Привиделся Из-за незамеченных Мною осложнений С дыханием Но иногда В голове всплывает Пугающая мысль А что если Все наоборот? Что если Именно тот Пугающий ритуал Ведьмы-привидений Навредил моим легким? Полгода спустя Я открыл глаза Все та же Темная комната Все то же Чувство удушья И вновь Не выходит Пошевелиться Повторяется Кошмар, который Как наде... Кошмар, который Как я надеялся Уже в прошлом Он повторяется Теперь мне известна причина Но все равно Это до жути страшно Интересно Она сейчас там? Сидит у меня на груди И ждет? Ждет, куда придут остальные? В любом случае Не могу проверить Область обзора Не позволяет Привел взгляд туда Откуда вылазила рожа Никого Глянул обратно На дверь Тоже пусто Но я знаю Скоро она появится Где же ты? Уставившись в дырной проем И затаив дыхание Приготовился Только вот Женщина в белом Никак не хотела приходить Может быть Я чем-то обидел ее В прошлый раз? Но тут С тягучим скрипом Медленно раскрылась дверь В более дальнюю Более темную комнату И тьма Посмотрела на меня Оттуда А я посмотрела На тьму Так бы мы и смотрели Так бы мы и смотрели Друг на друга Если бы из тьмы Не выбралось нечто А не мы девочка? Нечто настолько жуткое Настолько ужасающее Настолько не поддающее Человеческому пониманию Что мой мозг заблокировал Полученное глазами изображение Заблокировал Мало того, что картинка не найденная Так еще и аниме девочку Силуэт аниме девочки Ну что, аниме девочки тоже бывают страшными Как у индейцев Не увидишь их корабли Колумба А еще я сошел с ума Идиот Ты не видишь меня Потому что я не являюсь Частью скрипта А? Чего? Меня зовут Магдалина И я помогу тебе сбежать Сбежать? Куда? Откуда? Нет времени объяснять Надо вернуть тебя На оригинальную ветку Пока он не вышел Из туалета Видимо я все же сошел с ума Главное довериться Корове Когда придет время А Главное доверься корове Когда придет время Хорошо Что это? Это что за маленькие покемоны? Че это такое? Это покемоны? Явно покемоны Фантомные пингвины? Они из Евангелиона что ли пришли? Что? Что? Какие фантомные пингвины? Мы выпотрошим тебя И развесим кишки как гирлянды Ну спасибо Так Ой Тебе не сюда Мозг на табуреточке Вот Это что Колба с мозгом на табуретке? Так точно А можно мне обратно к пингвинам? Поверь Тебе не стоит возвращаться к ним Все Сценарий пошел Проснувшись Я вил колбу с мозгом на табуретке Стоявшей посреди комнаты Хотел было протереть глаза Но руки отказались двигаться Проморгаться тоже не вышло Жопа! Оно опять происходит А я только-только Окончательно забыл обо всем И что на этот раз Оставят съесть его Или пересадят Вместо моего? Совсем сдурел Что ли? Никто тебе не позволит Есть меня А это мозг говорит Совсем сдурел Что ли? Никто тебе не позволит Есть меня Вдруг Измутился голос В моей голове Да и тело твое В нашей мире Полностью бесполезно Добавил он Так, постойте Это сейчас С мозгом мысленно разговариваю С ним самым Однако сразу попрошу В дальнейшем Не называть меня мозгом Я мыслитель Существо высшего ранга Способно управлять Своими чужими мыслями Да хоть папа римский В этот раз Меня врасплох не застанешь Я уже знаю Что все это не за правду Очень даже за правду И что за манеры Не хотел хвастать Но то, что в твоей вербовке Попросили участвовать Именно меня А не обычных запоминателей Невообразимо Огромная честь Окей, властелин Мысли и скромности Попробуй тогда Заставить меня поверить Что ты не плотна во воображение Ну как? А, ну да В первый раз Это весьма непривычно А знаете что? Он действительно заставил Кому ты там Постоянно обращаешься? Я не могу описать это чувство Но оно вынуждает меня Думать именно так Как ему нужно Причем я знаю об этом Но по-другому думать Не получается Да-да Твоя воображаемая публика Все поняла Мне естественно Захотелось заорать от страха Но он не позволил сделать этого Чего? Теперь даже в мыслях Кричать нельзя? А, чего? Теперь даже в мыслях Кричать нельзя? Даешь свободу мысли Даешь свободу мысли Размечтался Итак, приступим к объяснениям Есть, конечно, быстрый способ Но это неинтересно Мне не хватает живого общения Ага, не хватает А сам не дает подумать Ничего лишнего Хотя вот сейчас подумалось Скажи спасибо Что хоть знаешь Где твои мысли А где мои Спасибо Это несомненно Было твоей Ладно Начнем уже наконец Торжественно довожу до сведения Что распределитель счел Что распределитель счел Тебе подходящим кандидатом В жертвы Способным существовать В спаранормальном миром Что за распределитель? Не мешай Буркнул мозг Мыслитель И запретил мне думать вслух Твоя глупость И несерьезное отношение К происходящему Защищают психику от шока А чрезмерная боязнь смерти Говорит о том Что ты пойдешь на все Лишь бы продолжать свое существование Ты в курсе Что на тот момент У тебя уже был Неоперабельный рак легких Вот-вот А сестрицы и медсестрицы Приходили Чтобы избавить тебя от него Так что не забудь Благодарить их при встрече Ах да Младшая сестрица просила Передать привет Похоже ты и приглянулся Хотя я советую Быть осторожней Вкусы у нее Весьма специфические В общем ты нам должен Правда тебе все равно Придется убить Но не суть В противном случае Ты не просто В противном случае Ты просто не дожил бы До этой знаменательной даты Великого дня Перерожденного Межмирия Вместо гниения В могиле Ты удостоен чести Пополнить наши ряды Остались лишь Небольшие формальности Мыслитель закончил рассказ И разблокировал мои мысли Постой А что если я не согласен Кому какое дело Пакуй его А? А? Пакует меня И кто-то стоявший Позади в течение Всего диалога Натянул мне На голову мешок Спасибо Можешь идти Поблагодарил мыслитель Своего таинственного подчиненного И тот С жутковатым ревом Громкими тяжелыми шагами Вышел из комнаты Это особая ткань Надо немного подождать Пока привыкнут глаза И зря не вернется Пояснил мыслитель Вскоре Оно на самом деле вернулось Отлично Волшебный пододеяльник Дает возможность Видеть то Что недоступно Обычному глазу Волшебный пододеяльник Отныне ты Наблюдатель Мне конечно Очень при... А Мне конечно Очень приятно Но ведь ничего Не изменилось Ох Ошибаешься Вставай Новобранец И тут я обнаружил Что уже могу шевелиться После чего Послышно встал Посмотрев на матрас Я увидел там тело Завернутое в простыню И обездвиженное Это Я? И да И нет Это твоя физическая оболочка Которая привязывает душу К материальному миру Ооо Круто Наверное Ты должен избавиться от него В смысле Покончи с собой Да по... Не успел я возмутиться А мои мысли и движения Уже были взяты под контроль Мыслитель вынудил меня Сесть на свое тело верхом Примерно как сидела Младшая сестриц Медсестриц И что теперь? Я в нерешительности Посмотрел на себя Со стороны Проснувшись Я вил существо Смотревшее на меня Множным своих нарисованных глаз А затем А затем Крепко сжав шею своего Теперь уже бывшего тела Я сказал Крепко сжав мою шею Существо под одеяльнике Сказало Извини Но мне придется тебя убить Извини Но мне придется тебя убить Аутоасфиксиофилия Убивает наших детей Труп 23-летнего студента Зачеркнуто Был найден в его квартире Вчера утром Обнаружен При странных обстоятельствах Матерью Приехшей навестить его Тело было крепко Замотано в простыню Она головной под одеяльник Закрепленный ремнем на шее Эксперт не установлено Что смерть наступила В результате Аутоасфиксии Набирающего в последнее время Популярность среди молодежи Актом самоудушения В целях усиления Сексуального возбуждения Мать погибшего С результатами экспертизы Не согласна Берегите своих детей А ты еще кто? Когда я зажег спичку То обнаружил перед собой Страшного мужика Я? Это ты Ответил мужик Несмотря на отсутствие Нижней челюсти Ага Мы прямо две капли воды Внешний вид Не имеет значения Я образ твоей души Пробывший здесь Огромный отрезок времени Но ведь я только Попал сюда И вообще Где это мы? Мы в Лимбе В месте Куда попадают души Не способные Пройти дальше Но уж нет Не обещали должность Наблюдателя в Межмирье Ее обещали Другой часть от тебя В каком смысле? Во время перехода В Межмирье Твоя душа разделилась Зачем она это сделала? Для выполнения ритуала Необходимо убить Снова себя Поэтому в теле Должен был остаться Осколок Иначе оно было Было уже мертвым А что мертво Умереть уже не может И что? Что-что? Ты есть тот самый осколок И так как душа Раздроблена Она не может Пройти дальше Из-за чего ты Навечно Застрянешь здесь Но я не хочу А кто тебя спрашивает? Жопа какая-то Постой Ты же сказал Что я это ты А ты это я Как здесь оказалось Нас сразу двое События зациклены Куда они зациклены? Кто это сделал? Распределитель Он настолько боится смерти Что готов существовать В цикле бесконечных повторений А как же перерождение? Оно его не устроило? После перерождения Ты теряешь память о предыдущих жизнях Он шел торонасильным смерти Чертов распределитель А мы-то ему нафига? Мы и есть распределитель А? Тут я уже окончательно выпал в осадок Распределитель это мы Познавшие дзен В момент первой смерти И решившие не умирать Что за чушь? Бред какой-то Почему? Ничего не сходится Вот почему Например Если это цикл То где все остальные осколки? Здесь должен быть целый легион Я и есть легион А-а-а Определись ты уже наконец Своей личностью Мне не с чем определяться Я пожру тебя Как и всех остальных Зачем? Завладев контрольным пакетом души Я смогу выбраться из лимба Ну нахер Сообразив Что дела плохи Я задул спичку и побежал Ну что дальше? Как? Куда? За спиной гремят шаги этой сволочи Нет, я не сдамся Надо бежать к свету Но света нет А-а-а Что делать? Мо? Мо? Корова? Вдруг восьми Разнеслось громкое Мучание коровы Мо-о-о Это корова? Доверься корове Когда придет время Было вдруг В моей памяти Не помню Кто мне это сказал И когда Она должна довериться корове У меня и другого выхода Я побежал Мучанью навстречу Тагадын 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 И вот Когда мне начало казаться Что я гоняюсь за миражом Я врезался во что-то мягкое Это корова Я обнял ее Не понимаю Чего я этим добился Чем она может помочь мне? Без разницы Корова Я доверяюсь тебе Спаси меня, корова Это корова? И тут со звуком Телепортации Я чулся в какой-то тундре Перед девочкой В красной куртке У нас получилось Получилось? Что? Кто ты такая? Получилось сбежать Я Магдалина Скоро ты меня вспомнишь Ладно Все равно мне уже Давно ничего не понятно Главное скажи Теперь все будет хорошо? Да? Корова 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 Или нет? А че? Это потому что я корову обняла? Тут такое не приветствуется Все? Конец? А что так? Что так? Что так грустно? Какой-то внезапный резкий конец На самом деле игра мне понравилась Она довольно такая сюрреалистичная Странная Возможно стоило эту историю Немножечко Посильнее развить И у этого был какой-то Более интересный финал А то так ощущение Что он просто какой-то Очень сильно обрывистый Либо я чего-то не знаю Тут есть какие-нибудь Тайные концовки Но их надо искать В любом случае Спасибо всем за просмотр Обязательно подписывайтесь на канал Ставь лайк Напиши в комментариях Что ты думаешь По поводу этой игры И вообще Какие ты знаешь Визуальные хоррор новеллы Потому что я их не очень много знаю И мне интересна эта тема Спасибо всем за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok